добрый день дорогие друзья с вами Игорь Пурноевский шестой дан и сегодня я хочу поговорить с вами о перинг-центрации лекция прежде всего предназначается для игроков уровня q но я уверен что игроки уровня дана идут в ней несколько интересных примеров располагайтесь надеюсь что будет весело всем и так что же такое перинг-центрация как следует из названия это большое количество камней которые создают маленькое количество территорий если мы говорим о начале партии то думаю многие те кто обучал начинающих часто приводили похожий пример как эффективнее располагать камни как-то в одном углу в такой концепции то что взять крепко но чтобы не было при этом со снятих вторжений но при этом это еще и медленно либо играть так же быстро как играет белый раскидывая свои камни по всей доске разумеется белый здесь далеко впереди потому что его камни располагаются эффективно они каждый из них генерировать некоторую область на левой стороне на нижней стороне немножко сверху немножко справа время как позиция черных верхнем правом углу ходит доминантно но он доминантом только локально она располагает силу только на две стороны наверх и на правую белый чудо намного быстрее развивается вот соответственно понятие эффективность и перенцентрация прямо противоположны если вы хотите чтобы ваш камни работали эффективно они должны быть расположены на удачном скажем так расстоянии друг от друга по крайней мере если мы говорим о начале партии в середине партии разумеется это условие далеко не всегда должно выполняться потому что нам важны соединение своих камней но тем не менее со вновь и в середине партии понять перенцентрация места разумеется найдется особенно при построении собаки мы говорим чуть позже вот так же жмется можно и такие примеры рассматривать как нужно защищать угол такими крепкими ходами перри просто быстренько развиваться занимать большие пункты он думаю все таки примеры свое время слышали вот сразу перейдем к делу посмотрим партию партию играла моя ученица играла напротив 3 куб чинцы с 4 кю поэтому уровень играющий достаточно высокий вы не подумайте что это совершенно случайно люди с улицы нет так не делал что ошибаются дал понять дело что тут надо прыгать дальше в партии был к шине сыграно сюда за это поругал не переживайте вся парень в соревенках вообще играет тануки вот но ну пускай давайте забудем что сейчас нужно играть тануки в этой позиции да нужно играть дальше но пока не суть как важно сразу хочется познакомить ключевым правилам фусеки который относится перенцентрации правил максимально простое от n камней прыгать через n плюс один пункт к этому правилу мы все не будем оперировать постоянно она является базисным чем у нас стоит n это количество камней в стенке в позиции единый целый на русу чем равно 2 прыгаем через n плюс один пункт 2 плюс 1 3 поэтому 123 прыгнули и расстояние получилось достаточно крепким надежным ну какие-то микро слабости тут есть нам понимать что как-то проблематично все это может быть за черных даже все тут и будет жизнь то она будет только не самая приятная она будет с проблемами вагонии ничего хорошего этому разумеется не будет соответственно если вы стенка была больше словно как-то вот так вот расположен то можно было прыгать еще дальше почему потому что снова же мы можем гнать на эту стенку можем толкать на эту стенку может даже срать ханы в принципе угрожает разрезание если черном смене здесь вытянутся что соединиться тогда черный упрется в стенку опять же то есть это идеальная большинстве случаев распространение которое гарантирует нам то что мы сможем упереть оппонента в нашу стенку сможем сделать так чтобы он бился об нее головой согласитесь пицца головой об стенку не особо приятно и приятных делать оппонента поэтому m плюс 1 это понедел что неуверсальное правило но очень полезно и и так был сыгран такой джосеки достаточно старая в принципе ничего страшного опять же не будем обращать внимание на саму партию саму и содержание кроме тех моментов когда нам интересен вопрос именно перед концентрации и так дальше белые сыграли на правой стороне засплите ли разделили эту сторону пополам ход совершенно логично и не хочет черный тут забрал какой-то большой потенциал большую силу поэтому все это верно не идея нравится абсолютно верно эти я нравится вот и дальше у черных был выбор как же тут распространяться с какой стороны сверху или снизу подумайте для себя поставить ответить на этот вопрос может даже для этого заполучить видео ты сравним с тем что думаю я с тем что думаете выйти с тем что думает ученица 4 веке и так в партии было сыграно все не сюда вообще переконцентрация очень часто возникает вот именно в процессе атаки когда пытаются с помощью стенок напрямую закрывать территорию но это именно то что делать не нужно только мы это пытаемся сделать мы получаем далеко не самую благоприятную позицию мы получаем чаще всего переконцентрацию почему же она возникает то есть предположим эти просто смотри вообще все что тут было пока без комментариев я просто покажу как было это соно снизу справа и месяц такая казалось бы хорошая большая идет просто ускорю процесс просмотра пролистываем пролистываем и и вот он конец партии по итогу группа черных приносит 1 2 3 очка не так уж и много согласитесь да от своей стенки получить по итогу 3 очка результат сомнительный мягко говоря понятное дело что там были какие-то ошибки что пьеса можно было сыграть лучше можно было более крепко в эту зону вцепиться но целом и такая типичная картина то пытаются закрыть территорию минат стенки почему так случается потому что стенка на принципе значимым для атаки то чтобы на нее гнали на нее толкали то есть чтобы нет не уперся лбом почему же это плохо сейчас потому что на самом-то деле отец чуть дальше это уже была заготовочка дальше предложим будет такой из не прямо сейчас принятное дело потом там через 50 ходов белый может успеть такой ход а снизу справа у нас есть то суде такое прилипание клэмп вот и спуститься вниз то можно также сходить в с2 и на спуск вниз мы просто режем внезапно три камня черных погибают им не хватает степени чтобы что-либо сделать садись неприятно умирать своей территории в который ты так вложился поэтому что соединяться замечательно и что это много эти 12 очков территории который получил белый на черной правой стороне просто и что пока он их получал белый тут усилился от поднабрал очков тут усилился поднабрал очков все это в центре происходит с вами про наше правило от n камней прыгать через n праздник пункт эту трону площадь 6 до здесь нужно прыгнуть через 7 петель 7 уже за перебор через пять шесть пунктов было бы окей а тут через три дичайшая перенцентрация очень маленькое количество очков даже можно пространить 12 очков было получено от этого варианта количество камней одинаковое суммарно по что досоке было разыграно с рано количеством камней то 12 очков тут пел пушину 78 тут еще где-то 10 почти при этом белочую силу на низ получил и на правую сторону какую силу получил а это напоминаю был был черных черный путил свои угла ощутимо меньше и по влиянию и по реальной территории крайне неприятный результат крайне мало было получено раз сравним с другим случаем со случаем когда черный горит я буду толкать на свою стенку хорошо снизу справа тут и так весы тут так все простреливается тут и так можно это было отнять но когда мы толкаем на стенку мы ее используем краски по максимум потому что оппонент он не получает ничего по определим что он бьется головой об стенку он там не может получить петербург повреждение потому что оппонента крепко обмен тут волен делать все что захочешь захочет белый как-то выживет да но черный получать реальную территорию в этой стороне на этой стороне и ведь большой потенциал на верхнюю сторону силу в центре ну да тут только строго потом захотим если успеем такой принцип вполне вероятно сразу кроме тут 5-6 можно даже 7 8 очков территории было бы желание поэтому мы получили силу на центр правую сторону и влияние наверх туда понят выжил но он выжил точно так же с точки зрения комфорта при этом мы получили реальный потенциал мы получили я уже говорил что не буду трясть третий раз вот но в любом случае черный здесь получил все как надо то что заслужил он получил прибыль от проведенной атаки белый просто страдает может быть так а может быть потом такой ход на выбивание базы и как это так толкать но я понятил что немножко такие может быть пример не самые очевидные но и не утрирован и в любом случае мы толкаем на стенку мы используем для атаки то что оппонент бился об нее головой и это крайне важно именно так стенка и должна работать чтобы не было это сам перенцентрации вот другое дело что то если бы уход стоял здесь если вас был сыгран как ария не сплит стороны тогда такая стенка работа крошу мы теряемся далеко если нет посмеет сюда залезть удачи 10 головой об стену так и только договорить свою оппоненту прям вслух проговаривать бейте бейте головой об стену особенности происходит на турнире исходить на и турнире прям обязательно сказать надо нет не надо ничего хорошего забел здесь нет он упрется и вполне возможно умрет и я молчу про то что это камень разумеется все еще страдает и понятил что так камень работает эффективно стоит далеко от стенки создает реальную пользу реальный потенциал который нужно уважать которым нужно считаться поэтому может быть там окей чуть поближе но идея то же самое камень стоит дальше саду больше потенциала стенка работает эффективно именно так это все и должно выглядеть и никак иначе вот соответственно в парте отключения не было и дальше вся эта стенка снизу справа она особенно к территории не принесла поэтому пирекстрацию часто возникает именно тогда когда мы начинаем во время атаки используя стенку это то что понятно не убился головой это чтобы закрыть те самые 12 очков территории поэтому зачастую даже не вам свою перенцентрацию а вы сами себе создаете ну и давайте двигаться дальше давайте начнем с примера который ханимба досоку еще в 17 веке нам продемонстрировал вариант который получается вот с такой позиции замечательный ну как вы знаете раньше в японии играть только камоку поэтому камоку тут же играли как ари совершенно стандартное начало тех лет и так дальше белые надавили черные смеется не хотят терять свой угол не хотят чтобы вас печатали и потому вынуждены отпрыгивать устроить базу дальше я прошу толкаться выбору черных особо нет он должен продлеваться иначе снова же сходит на 18 и отрежут камень g17 это слишком болезненно и как же перенцентрация создается в данном примере резать нам надо резать вообще очень много примеров будет даже если смотрите на список наших тем слева то вы увидите собаки легкие формы и перенцентрация очень часто такое случается что нам совершенно не жалко отдать какие-то камни не жалко их пожертвовать взамен на какие-то дополнительные камни себе идея здесь максимально простая там где прям силен а в данном случае сверху он уже силен как вы понимаете нам не жалко сделать его еще сильнее какая набрать он был силен стал супер силен ну хорошо но что мы получаем от этого прибыль оппонент глобальном больших дивидендов не имеет и так партии началось разрезание нам не жалко отдать это камень потому что понимать что это зона оппонента пачкам мы особо ничего не теряем что же делать оппоненту соединиться хорошо у нас есть как-то суден такого типа которая говорит либо мы соединимся с камнем и ты отрезан ну и дальше тут уже особо проблем с выживанием не возникает потери всей территории при этом в углу черном все еще некие трудности наблюдаются либо вместо какой-то хорошей крепкой позиции ты играешь по второй линии согласитесь выбор здесь не из приятных поэтому что выбора особо нету надо брать этот камень хорошо но мы уже получили бесплатное прилипание в сансан еще надо понимать что этот камень он не отрезается мы уже забрали часть угла и отняли часть угла у черных без потери темп и основной пример пилингстрации все еще впереди то есть локально это джосеки но мы не учитываем никак стоящие здесь камни которые дают черному дополнительную силу на эту область и так переходим к самому интересному когда это камень нельзя отрезать чтобы понимали действительно хороший камень хотелось рез как-то так но увы и ах этот камень уже отаре и никаких проблем с выживанием белый здесь разумеется нет этот угол будет совершенно спокойно жить так вот начать самое интересное белый играет активно ха самит зажимает камень эшнадо с двух сторон выбора особо нету белый иначе запечатает черных в этом углу и запечатывание как мы с вами знаем это всегда крайне плохая тенденция которую нужно стараться избегать и так та же самая идея сыграть как-то сверху черный запечатают белый брод цветницы одиночные камни разрозненные ничего хорошего этом снова уже нет поэтому выложить черный не допускать такого развития событий и тем самым он такой то именно и этот камень и эту группу камней но создается разрезание и так тут на самом деле по мнению компьютерной программы не посмотрел вариант совершенно нормальный вот она была дальше и рак тануки по мнению черных вот но профессионал этого времени не столь сильный как катаго потому они ответили ну точно понятно что за белых это в любом случае хороший результат как минимум неплохой так вот черные естественно ответили белый получил отари и казалось бы что вообще получил белый кроме этого отари что сейчас отыграть сюда ну как-то немножко медлительно можно конечно немножко медлительно камень справа сейчас потордают тут какое-то разрезание непонятно ну не здорово но это неверная обстановка вопроса надо спросить а что получил черный ответ ничего получил такую стенищу напротив пануки проб от пануки и оценки через два пункта выглядит совершенно совершенно перенцентрирован чтобы понимали черный на всем этом отдал 25 процентов из тоже не сходил здесь тонуть и допустил ту самую перенцентрацию это 20 что такого того много так вот белый можете взять камень но нужно если делать прямо сейчас хорошо черный сходит сюда пожалуйста у нас хорошая форма на центр нас осталось кейма в угол мы развели справа оппонент просто забирает то что и так было его по большому счету он стал силен там где он и так был силен поэтому мы по сути не отдали совершенно ничего таким образом прекрасный вариант станет пире концентрации нам не жалко оппонента усилить там где он силен нам не жалко его порезать и отдать какие-то камни жертва этот один из основных методов по созданию переконцентрации просмотрим следующий пример игра играется по на трех камнях форы видно что белый с ним хочет забрать себе некоторую территорию к сожалению многие игроки даже игроки уровня первых первых первого тона кто видел эту позицию отвечали мне что они бы собирали хаса далеко не все конечно но такие ответы тоже были зачем зачем нам бороться рядом с этой стенкой мощный стенка прошу заметить что нам это дает проблема прошу проблему дает с чем нам проблема территория тоже не поступил ее может отнять совершенно спокойно нужно ли здесь так действовать ответ разумеется как поняли отрицательный нужно постараться перенакцентрацию просто прилипнуть нам интересна левая сторона потому что она под контролем черных у черных ней очень хороший потенциал поэтому мы прилипаем не за получаем ту самую силу что получает оппонент там включая тут территорию у нас есть несколько интересных опций первое так кросскат думаю многие знают и играют сюда но это самое плохое что все есть можно придумать то что по итогам мы видим ту самую позицию когда стенка с панцирем черепахи из другая стенка тоже по факту с панцирем черепахи должны рассказать как можно дальше они сложились четырех пунктов друг от друга когда спута правило выполнено 3 прыгать через четыре по правилу от н прыгать через 1 пункт но этот совершенный случай потому что это не просто стенка четырех камней это панцирь черепахи абсолютно живая форма супер мощная который совершенно ничего не угрожает от такой хочет двигаться еще дальше можно сказать что это стоит как стенка из пяти минимум от нее хочется прыгнуть дальше чтобы она создала больше потенциал больше потенциального количества очков прям как черный без потери темпа тут забирает левую сторону тело совершенно любой вход и радуется жизни это разумеется за белых так играть не стоит нужно там царство как-то воспротивиться есть такие опции но понимаешь тут всякие песенки начинают работать не особо то хорошо с вами то что этот песенка работает за черных есть такой вот вариант такой вот джосики можем здесь поджать можем крестинку забрать территории снизу нет а мы с левой стороны усилились что ничего плохого в этом тоже не имеется вот только что ряд предыдущий был поинтереснее но это сильная контракраса белых кроме того не обязательно вообще резать пускай пускай оппонент забирает что не так много дыни потому что что еще слабость то осталось то самое разрезаем все еще есть она никуда не делась если делать не защититься один в один кардинально не поменялось совершенно ничего такая вот интересная позиция возникает кто пел просто слишком честно расположенный кам неприятно что знаете пойдем дальше так как вы могли догадаться возможно тоже надо порезать смеется это ход в r13 почему нам не жалко этого дать чем начал к дать этот камень что пел здесь и так стоит крепко у нее так стоит уже хорошая мощная база он что-то плачь напрямую через два пункта понимает что здесь у него все очень хорошо хорошо нам не жалко пускай еще будет хорошо ведь хорошо когда всех все хорошо то тоже сам прием один в один как вы думаете надо ли иметь здесь вот этот камень а в том еще и вот этот от ним хорошо это камень хороший но это камень я хочу убрать с этой доски поставить в любую другую точку большую нет сверху снизу да хоть удар в плечо а я делал что не в своем месте располагается данный камешек что делать с этой стороны цитарь хорошо пускай но по итогам это просто позиция по второй линии а не дает большого количества очков мы же развились мы забрали камень получили силу наверх дополнительную и на самом деле мы нивелировали факт этого разрезаем что такое пустое с абсолютным цент и и дальше совершенно их проблем не возникает потому что это смей пел и выиграть при всем желании не может чтобы понимали тоже банально окей можно сразу на сетали конечно сюда тоже не проблема но тут никаких совершенно шансов у белых нет то прошли техничные все же так что мы защищали со слабостью отели камень принесли позицию белых правой стороны на правой стороне ко второй линии и собрались без силу наверх очередной отличный пример с разрезанием нам не жалко дать какие-то камни и все понятно мы так крепко я делал что не нужно спать это совершенно буквально играть так 100 процентов случаев но над этим всегда стоит подумать теперь давайте рассмотрим как же нам этой самой пилинг страции избегать ответ очевиден страции сделал так чтобы наши камни были эффективными по делу что в этом все цель игры год сделал так чтобы мы набрали больше очков но данном случае если у нас крепкая позиция нужно стремиться от нее играть дальше это как бы есть вся хитрость и так понятно что ребята ошибались тем не менее хоть и игра чтобы понимали игроков уровня первого тю по версии кгс а поэтому ребята весьма весьма серьезные не думайте что я беру плохие примеры это весьма и весьма сильные ребята дальше стампел и отрезали уже знакомы нам панцирь черепахи дам дальше белый пробил давайте остановимся и подумаем можете запаузить видео подумайте а куда бы вы сходили какой по вашему мнению есть ответ был бы максимально корректным если запаузить действительно подумали введем режим интерактива ответ разумеется прыгнуть прыгнуть дальше почему потому что у нас вот так крепко у нас уже пануки у нас же есть развитие у нас все крепко за заключением этой группы пасе если вам страшно давайте защитимся так шиками побежит пускай бежит куда он прибежит в зону белых даже что-то отрежет видно что белый справа снизу живой а эта группа явно будет сильнее чем эти два камня эта борьба по определению будет куда более приятный именно за белых поэтому сколько нужно было заседать этот камень мне кажется нет хотите защититься давайте прыгнем давайте так защитимся партии этого не было черный выбор ну и по итогу даже ну какое-то подобие силы на центр черный успел получить но белый был вынужден как-то весьма пассивно сестрировать но стопа лучше стоит второе все точков то но разумеется это неверно камни хоть и крепкие они не по итогу не работают они не создали ничего экстраординарного крайне пока что они позволили черному просто выбежать и чувствовать себя в принципе комфортно поэтому либо спасаем либо хотя бы уж так вот хотя бы это минимальный минимум что в любом случае сразу никаких проблем за белых нет ну хотя бы хоть как-то быстрее быстрее стараемся развиться есть какая хорошая постовица если в нашей позиции нет слабостей то наши камни работают неэффективно да там какие-то микро моменты остаются но эти микро слабости закрывать приводит лишь к одному к той самой перин концентрации это то чего мы должны соответственно избавляться стараться делать так чтобы наша позиция наши камни работали более эффективно хорошо далее хочу вам показать партию как композиция снизу не находите что камень а как-то рисковато располагается по моему что-то в этом есть нету этого правило от n прыгать через n плюс 1 тут 2 2 с половиной хотя бы сюда минимум лучше сюда раз мы уже вложились раз мы уже усилили оппонента на левой стороне отдав потенциальную территорию по пятой линии то зачем нам самим скромничать ну залезут сюда но прутся в стенку просто будут биться лопом об эту стенку которую мы получили в этом смысл этих самых камней что они должны проявлять мощь и не должны приглашать вторжению и борьбе иначе они будут скрывать много жмите за белых тут торгаться это перебор тогда черный придет больше черный сток сколько заслуживает партия же как поняли было слишком близко по итогам от n камней где n ротрим был проще через один максимально скромно и максимально комфортно здесь себя ощущал белый дальше конечно было вот она трешечка в целом ничего страшного потому что все еще возникают вопросы правда ли от этой стенки этот камень является хорошим развитием ответ отрицательный поэтому по-хорошему надо стараться сделать так чтобы на наших камней наших стенок был то самое достойное развитие если же вы видите что потом развити никого не будет возможно и стенку это не стоит ставить изначально дальше кто спросил меня ученик уровня 3 кю как тут играть в этой позиции рассматривал по сути из игры на правой стороне только шмаре сюда и совершенно не было понятия почему компьютерная программа рекомендует именно r6 а почему вообще р6 должен быть плохим ходом ну по сути за счет топ камень давайте приравняем по трем почему бы нам не прыгнуть на правую сторону ведь расстояние между этими камнями прекрасно 7 пунктов весьма весьма достойно ну может это чуть перебор но одно то что просто укрепить угол совершенно нормально если же сыграть здесь то будущем совершенно никаких проблем не возникнет у черных здесь залезть просто потому что хватает места для базы поэтому здесь краски не будет никакой перецентрации если мы сходим справа правило n-1 она не абсолютно но я советую руководствоваться игрокам уровня q чем более начинающий тем больше руководствоваться высокие это правило весьма весьма хорошо и перейдем к последней нашей подтеме на сегодня переконцентрация нелегкая форма собаки так вот как я уже говорил ранее нам не жалко усилить паент там делал так сериан белый снизу справа очевидно стоит сильно у него очевидно там хорошая мощная позиция как вы думаете что дальше должен делать черный еще вы запаузили подумали ответили на себя для себя на эту задачу и так что думать резать надо почему так то потому что нам не жалко опять же либо тот самый панцирь черепахи либо вопрос нам что имея возможность получить больше цента камней для усиления своей формы мы получили же некую силу должна центр форма разумеется превосходно у черных но белый так он был здесь силен остался силен ну а дарим там три очка сам сколько сильно наша форма стало лучше себя чувствовать совершенно превосходно я даже сказал сюда понятное дело что то же самое вот разумеется забил суд хочется провести некую контур игру предположим подняться вот надо понимать то что все равно берется доходов здесь остается все это будет цент что модель тут 5 очков здесь максимум просто ему получили ез и здесь бесплатно поджали дополнительно получили неплохой камень на построение глазной формы можно так может если так и так назвать даже лучше то что акте этих камней никуда не делась мы особо ничего не отдали форма хорошая весьма живучая уже и крайне что тяжело что-либо сделать а делать не при этом прямо сейчас бороться это просто дополнительная опция но ты понимаешь что эти камни пали смертью храбрых белый здесь перинкстрирован слишком много камней на слишком маленькое количество территории и на этом на сегодня у меня все всем большое спасибо за внимание надеюсь вы не будете встречать своих партиях перинкстрацию ибо будете только создавать оппоненту удачи до новых встреч пока пока